Всем здравствуйте! У нас будет отношения, психология. Мы поговорим о стадиях отношений. Это касается абсолютно всех в разных странах мира. Неважно, какого вы вероисповедания, взглядов и так далее. Эти стадии отношений бывают абсолютно у всех. Но да, действительно, существует пять стадий в отношениях мужчин и женщин, женщин и женщин, мужчин и мужчин, которые проходят все, но бинго, пятая стадия, всепоглощающая настоящая любовь, к сожалению, до нее доходят вообще не все. Сейчас поймете почему. Потому что мы застреваем, у нас происходит некий затык на какой-то из стадий. Мы расстаемся или застреваем и не развиваемся дальше, не проходим вот эти кризисы и этапы в отношениях, остаемся на той самой стадии. По этой классификации классической вы очень легко оцените себя, свои отношения предыдущие, посмотрите, на каких стадиях вы застреваете, куда с кем-то уходите, а где у вас что-то заканчивается. Если вы сейчас в поиске и анализе проходите себя, своей жизни, можете поанализировать отношения ваших близких, родных, родителей в том числе, и четко понять проблему их отношений, если таковая есть, да, они не супер классно живут, на какой стадии что-то не так пошло, какое у них было обусловлено поведение. Я вообще сразу говорю первое, что в прохождении этих стадий, скажем, как виноваты, причастны к этому оба в паре партнера. Мы говорим про здоровые партнерские отношения, никогда они не здоровые. И ответственность, скажем так, за это есть у каждого. К сожалению, с одной стороны игра в одни ворота или тянуть все самому одному партнеру невозможно. Это уже сразу мы слетаем с первой же стадии, короче, это только обоюдно, только вдвоем с ответственностью 50 на 50 за то, что происходит. Итак, первая стадия называется влюбленность. Это стандартные наши бабочки в животе, наша химия, наша любовь, притяжение. Это когда у нас срабатывает визуально, мы ловим человека из толпы, у нас появляются чувства, влюбленность, эйфория. Это дофаминчик побольше у нас вырабатывается, мы все окрыленные, мы себя даже физически лучше чувствуем, меньше хотим кушать. Мы в этот момент можем худеть, когда влюбляемся, это дофамин, так работают гормоны, просто подавляют на самом деле чувство голода. Так работают наши гормоны. И эта стадия на самом деле не очень долгая. Влюбленность-то, ну, там, парочка, недели, месяц. Особенность этой, сразу скажу, да, типа особенности под ковырочки, да. Особенность, что в этот момент под гормонами влюбленности, наконец-то получили то, что мы хотели. Мы одеваем розовые очки, идеализируем своего партнера и смотрим на него под призмой определенной. Мы его идеализируем в этот момент. Мы, например, если нам говорят подружки, родственники, что какой-то мутный, странный, что-то присмотрись, он на него к тебе не так относится, что-то какие-то действия грубовато или еще что-то, какой-то там еще мутный тип, странный. Мы это не слышим, не хотим слышать. Кстати, когда нам это говорят, мы говорят, вы что, девочки, вы что, я его вижу совсем другим, другими глазами, розовые очки. Вот это критерии стадии влюбленности. Мы действительно из-за власти нашего тела, организма и гормонов, назовем так немножко, теряем разум. И мы больше отдаемся чувствам, и наш мозг меньше контролирует реальную действительность, в которой мы сейчас находимся с этим партнером. Следующая, вторая стадия – это этап становления пары. Этот этап может быть долгим, некоторых занимать годы. Это уже поутихли эмоции влюбленности, гормоны наши стали на место. А это спокойно, размеренно, это когда мы начинаем, говорю, мы встречаемся, мы начинаем жить вместе, кто-то в этот период женится, рожают детей, это тоже туда входит. То есть притерия прошла, это вот бытовая такая стадия, ровное отношений, где идет у нас становление. У кого-то этот процесс, скажу, быстро проходит, кто быстрее развивает отношения. Это про переход личных границ, про доверие, про все вот эти аспектики. От этого зависит, как вы надолго зависаете, в какой-то из этих стадий, которые я рассказываю. На это еще очень сильно влияет диалог, доверие, и самое важное – это коммуникация. То есть не только диалог, а вот то, что два партнера настроены на этот диалог, готовы, открыты к информации. Они, если закрылся вообще, никакого комментариев, ничего обсуждать не собираются, вообще отвалит, сама там накрутила, надумала, выносишь мне мозг, мы уже на этой стадии застряли. Да, диалога никакого или чувства к этому нет, как бы, да, импульсы. Соответственно, тут уже ты один кашу не сваришь, о чем я раньше в самом начале говорила. Третья стадия, вот самая проблематичная, сложная – это стадия, которая называется разочарование. К этому, во-первых, приходят все, рано или поздно, поанализируйте свои прошлые отношения, в которых вы сейчас состоите, если у вас эта стадия уже была, или вы еще у нас в становлении пары находитесь. И это переживает и он, и вы, не забывайте, это не только про вас, а про вашего партнера в том числе. Это та стадия, когда, наконец, слетают наши розовые очки с первой влюбленности. Мы видим партнера таким реально, какой он есть. Его шутки не такие смешные, как были сначала. Он разбрасывает везде носки и, там, я не знаю, не закрывает дверь в туалет. И вообще он какой-то идиот. Или мы видим, он какой-то злой. Или не уважает мои личные границы. Он какой-то агрессивный. Он мной манипулирует и все прочее. Если каких-то про манипуляции с этих моментов нет, я вас поздравляю, это еще неплохо. Но есть какие-то, короче, мы начинаем замечать человека таким, какой он есть. И тут вы думаете, черт побери, я вижу, во-первых, это он какой-то... У нас очень часто люди говорят в этот момент, он стал другим, он изменился. Нет, это изменились вы. У вас подутихли гормоны, вы привыкли, притерлись, и вы стали видеть его настоящим, таким, какой он есть. И он, кстати, со своими претензиями к вам в том числе, он тоже стал видеть вас такой, какая вы есть. И для тех, кто одевает маски в начале отношений, хочет какой-то другой казаться, фей, классно, замечательно, чтобы к себе притянуть и быть такой образ какой-то. Это та стадия разочарования, когда вы больше образ тянуть не можете, и вы маски скидываете. И видите по факту то, с чем мы имеем. Я говорю, разный этап по времени прохождения, и поэтому у кого-то эти открытия приходят с годами только, у кого-то побыстрее, с месяцами. Это от вас зависит, как у вас развиваются отношения. Чем опасно, характерно, вообще, что надо обращать внимание на этой этапе, на этой стадии, что же там делать надо? Здесь вы главный вопрос этой стадии, вы задаетесь вопросом, а я вообще правильный ли выбор сделал или сделала? Не были ли эти отношения ошибкой? Вам здесь надо определиться, самое важное, со своим желанием. Чего я хочу? Я хочу продолжать эти отношения, хочу видеть вот этого рыгающего, пукающего, раскидывающего носки мужика рядом с собой. Например, у него есть какие-то другие классные, замечательные качества, которые отвечают моим запросам. Здесь вам надо определиться со своим желанием. Стадия разочарования сложная, но если вы поймете в своем желании, чего вы хотите, примите человека таким, какой он есть, с его минусами в том числе. У вас есть шанс пройти дальше испытания последние две стадии и прийти к настоящей истинной любви и быть этим человеком всегда. Не забываем, что вас в отношениях двое, и он тоже должен принять решения, схожие с вашим, принять вас с плюсами и минусами и продолжать отношения. Следующая стадия, на которой мы выходим на четвертую, работа над отношениями или работа над любовью. Вот это уже процесс, это, наверное, самое сложное, и до этого доходят, кстати, не все. Очень многие затыки происходят на стадии вот этого разочарования, и многие принимают решение дальше не вести отношения, не расходятся, они разочарованы. Вот на этой четвертой стадии мы как бы укрепляемся в принятии своего решения. Сначала мы понимаем, чего мы хотим, будем с этим человеком или нет, а на этой стадии мы и проживаем этот процесс принятия. Я вам дам несколько психологических подсказочек, о чем думать в этот момент, что делать. Мы никогда партнера не переделываем, не исправляем, это неуважение. Это не про любовь, это не про безусловную любовь всем, любить тебя всем целиком с плюсами и с минусами. Это про переделку, расчлененку, когда я люблю только в тебе вот это, а вот это не люблю, пожалуйста, измени. Нет. Секретик успешных отношений, это когда вы вдвоем не переделываете, исправляете друг друга, а принимаете такими, какие вы есть. Ваша задача, первая психологическая подсказка, полюбить в своем партнере те минусы, которые вам не нравятся. Принять их как минимум, свыкнуться, что они есть, и понять, что если бы этих минусов у него не было, плюсов, которые вам нравятся, не было бы тоже. И это составляющая часть этой личности, этого человека. И эти минусы на формирование его поведения, характера и реакции тоже влияют. И, к сожалению, если бы не было тех минусов, он бы был другим человеком. И, возможно, без этих минусов он бы вам так и не понравился. В этом тоже есть своя изюминка, это есть свой отпечаток определенный, это вот его подпись поднимаете, это особенность этого человека. Если вы их искорените и уберете, или заставите, поломаете, исправите, это будет уже другой человек. И, возможно, после перемен этих он вам так нравится, или так вы его любите, уже не будете, потому что он будет другим. Или он станет отстраненным, холодным, чужим, неродным. И вот она пошла трещина, и вот он расставание, развод и всякая прочая история. Наша задача партнера на этой стадии не исправлять и переделывать, а любить с минусами вместе. Просто принять их. Не так на них остро реагировать. Я не говорю на это закрывать глаза, проговаривать свои эмоции. Но при этом мы не говорим оскорбление «ты такой сикой». Мы говорим «твой поступок вот такой мне не нравится». Здесь есть же тонкости психологические, что вы можете разобрать, например, на курсе семейной психологии или с семейным психологом. Научат, как общаться, чтобы слышать друг друга, не обижать своего партнера в диалоге. Но над этим работать можно. Еще моя рекомендация на этой стадии – почаще вспоминайте позитивные моменты характера человека, за что вы его на стадии влюбленности полюбили. Что в нем было, не забывайте это. Это в нем тоже есть. Потому что такой момент стадии разочарования у нас увеличиваются, гиперболизируются минусы разочарования, какой-то негатив, агрессия аккумулируется, если мы ее не выпускаем. И на этой стадии, к сожалению, минусов кажется, что их как будто больше. Они прям просто огромные. И плюсы вообще их практически нет. Поэтому напоминайте себе о этих плюсах изначально, за что выбрали это человека почаще. Это, кстати, при условии того, что человек не изменился. А если он изменился и действительно ведет себя по-другому, здесь вообще вопрос. Здесь не надо работать над этим. Здесь надо с человеком расставаться. В том плане, что вы не должны собой жертвовать, страдать, мучиться и типа его принимать, вообще насиловать себя. Если вы категорически в нем что-то не принимаете. Так, для особо понятливых расскажу так. Допустим, разочарование, и вы столкнулись с абьюзом. Здесь не надо работать над отношениями. Здесь не надо искать диалог какой-то. Диалог здесь невозможен. Здесь не над чем работать. Человек показал себя, что он вас не уважает, готов опричинить боль, издеваться над нами. То есть это не про здоровые отношения, а про больные, когда делают больно. То есть под нашу схему, про стадии отношений, это не подходит. Здесь не над чем работать. Это больное, нездоровое, над этим не надо работать. И, соответственно, принимать вот эти всякие стадии и все прочее. Принимать его таким, какой он есть, подставлять правую щеку. Нет. Мы сейчас, кстати, говорим про здоровых, нормальных, адекватных людей. Окей? А если у него проблемки, то это его проблемки. Вы не должны быть жертвой, которая там что-то терпит. И пятая, последняя стадия. Это любовь, которая способна изменить мир. Или истинная, настоящая любовь. Что это за такая стадия? Какие у него приметы? Вы их сразу это поймете. Если вы, кстати, в этой стадии находитесь, прошли весь этот квест, и вы победитель, я вас хочу с этим поздравить. Напишите обязательно в комментарии об этом. Будет приятно почитать, что среди нас есть такие люди. Могу гордиться сказать, что я на этой стадии в своих отношениях с мужем. Мы буквально об этом говорили, сверяли ощущения и все прочее. Он тоже так себя ощущает. Что это за стадия? Вы притерлись, естественно, приняли и полюбили минусы, которые есть. Вы не ненавидите своего партнера. И вы с опытом пройденных этапов поняли, что мы команда. Мы вместе. Если у нас проблемы, мы над ней работаем вместе, решаем вместе. Если мне что-то не нравится, или какой-то у меня есть вопрос, проблема, я иду к своему партнеру и говорю об этом без страха, что меня отвергнут, что меня не услышат. Или, не знаю, мне не дадут совет, или меня оттолкнут и отвергнут. Это доверие, это любовь, это союз. В этот момент вы понимаете, что мы не должны соперничать. Кто кого победит, кто кого переделает, кто сильнее, кто слабый. Мы ни за что не боремся. Мы поняли, что мы вместе, без борьбы, а с поддержкой друг друга. И в союзе. И составляем сильную единицу, которую трудно сломить. Поэтому у нас есть любовь, поддержка, доверие и все прочее. То есть мы понимаем, что мы команда. И если мы друг за друга, то мы сильнее, то мы добьемся большего, то будет лучший результат. У нас ни в коем случае в этой стадии у людей нет соперничества. Мы объединены. К сожалению, до этой стадии доходят далеко не все. Чтобы вам эти стадии было проще пройти, или было больше шансов, что вы их пройдете, обращайте внимание на стадии второй становления пары отношений. Не закрывайте глаза на проблемы, на минусы, на какие-то претензии. В диалоге говорите. Я вам даже со своего опыта скажу. В диалоге приговариваете все, что вам не нравится, или вас смущает, есть какие-то вопросы. Если вы на это закройте глаза, у вас дальше будут очень тяжелые стадии, и до пятой вы, скорее всего, не найдете. Выработка этого доверия, вот результат пятой стадии, безусловно, любви, он зависит от того, что вы по чуть-чуть, по доликам, скажем так, учитесь с самого начала с влюбленности на коннект, диалог и принятие своего партнера. Вот и все. На самом деле ничего сложного, если вот так поговорить, критериями в этом вообще нет. Сложно это делать, потому что в процессе наших отношений у нас вылазят наши травмы, проблемы, установки негативные какие-то и все прочее. Это нужно у каждого подставить. И наша травмированность, наши внутренние переживания очень сильно влияют на наши отношения с партнером. И вот здесь ваша мудрость, или походы к психологу, или какая-нибудь литература семейная, психология и все прочее вам в помощь. Правильно подберите себе партнера, с которым вы можете пройти эти стадии. То есть у вас должно быть объединение, любовь, доверие. Вот это все в самом начале. Ну, мы про это раньше в видео говорили. Кому интересна эта тема, в инфобоксе под видео есть моя почта. Можете мне написать. Это был маленький кусочек из лекции в лектории в нашем про здоровые отношения. Если вам хочется больше подобной информации, вам это интересно. Напишите мне на почту. Я вам расскажу условия, как можно подключиться к лекторию и послушать 4 лекции видеозаписи про отношения, про здоровые отношения, как к ним прийти, что с этим нужно делать. Спасибо за ваше внимание. Также я жду ваших историй на мою почту. «Астория от Анонима», чтобы я на канале на YouTube их зачитала и дала какую-то оценку у себя, да, комментарии по этому поводу. И записывайтесь на персональную консультацию психолога. Скоро увидимся. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok